Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! История с сайтом LMR не закончена. На странице, где показан ваш рейтинг, даётся вот такое ещё сообщение, которое приглашает нас пройти тест на знание теории Эншпиля. И я, в принципе, себя считаю человеком, который более-менее знаком с теорией шахматных окончаний. Ну и, конечно, не мог пройти мимо. И вот сейчас посмотрим, что здесь нам предлагают. Так, здесь нам предлагают 48 Эншпильных позиций, в которых нужно определить, смогут ли белые выиграть. И примерное время решения 30 минут. Ну, это полегче, чем определение своего шахматного уровня на LMR. Ну, для тех, кто, может быть, набрёл на это видео первым, в том плане, что вы ещё не видели видео по LMR, с помощью которого можно определить свой рейтинг шахматный, то ссылочка будет в описании. И на данный тест, который можно проходить независимо от LMR, и на тест LMR. Но здесь 48 позиций, в принципе, не 76. Поэтому тот же Университет Дюссельдорфа, Институт экспериментальной психологии. О том, какие именно здесь были консультанты по шахматам, ничего не пишут, да, я так понимаю. Ну, и что нам тут предлагают? Так, 48 различных шахматных позиций. Так, прежде всего, вопрос о том, смогут белые выиграть или нет. Во-вторых, нужно confidence raising for each of your decisions. То есть, степень согласия, да, фактически, уверенности в том, насколько ты уверен в том, что эта позиция решается так или иначе. Так, ну, что у нас тут? Ух ты! Интересно. Что это такое? Могут ли белые здесь выиграть? Да, могут, нет, не могут. И внизу шкала в процентах, с помощью которой нужно определить степень уверенности в том или ином факте, да, могут или нет. Так, вот такая позиция. Ну, давайте вспоминать анализ Алексея Троицкого. Ну, я, конечно, не помню точно, выиграна эта позиция или нет. Но я помню, что если есть два коня, пешка блокирована одним из коней, то можно загонять короля в угол, ну, а потом выходить другим конем из-под этой пешки и давать этим конем мат. Если пешка далеко не продвинута, а для таких вариантов есть определенные даже разработанные зоны, где пешка должна находиться, чтобы эта позиция была ничейная или выигранная. Если она не продвинута далеко, то если она находится на второй горизонтали, находится на четвертой, по-моему, на третьей это тоже уже ничья будет. На четвертой это еще не так далеко продвинута, поэтому, скорее всего, тут выиграть можно. Поэтому я считаю, что тут выиграть можно. И здесь какой-то должен бегунок быть, да? То есть... А, вот он появляется, бегунок при шилочке. Я вот довожу до сотни, получается, что я уверен стопроцентно, да? Ну, будем считать, что стопроцентно уверен. Идем дальше. Вот такая позиция. Смогут ли белые здесь выиграть? Разноцвет. Понятно, что лишняя пешка на b6, но белым надо образовать проходную на королевском фланге. Что можем здесь придумать? И тут в глаза бросается ход f5. То есть f5, черные бьют, мы бьем королем. Ну и дальше как-то, сочетая нападение на пешку f7 и на пешку h5, мы пытаемся образовать проходную. Ну вот мне не нравится на f5 ход слон d3. То есть если на f5 пойти слон d3, и что тогда? Если я бью на g6, то он бьет просто пешкой, и это крепость практически. А если он бьет на... Ну да, если я бью на f7, да, бьет слоном, а если я бью на g6, он бьет тоже пешкой. Поэтому мне кажется, тут все-таки выиграть нельзя. Даже ход f5 тут не помогает. Поэтому не могут выиграть. Ну и тоже буду уверен на 100%. Так, следующее положение. Вот такое интересное. Из теории ладейных окончаний. Если бы можно было завести ладью на h8, тогда эта позиция была бы выиграна. Но я так понимаю, тут надо f5 играть. То есть f5, если он бьет пешкой gf, то g6. Если он бьет fg, то ладья h8. Вот такой рабочий вариант. Пожертвовать две пешки и ладью поставить на h8. Грозить превратить пешку в ферзи. А если он бьет на a7, то ладья h7 вот этот шаг. То есть с той король на поле g7, тут скорее всего ничья была бы. А вот король на e7 нет. Поэтому мне кажется, что все-таки выиграно. Хотя на f5 он может не бить. Но если он не бьет, то я бью на g6, он бьет fg, и ладья h8, и там ладья h7. Поэтому мне кажется, все-таки выигран. Если тут какого-то подвоха нет, то должно быть так. Так, вот такая вот позиция. Ничейное соотношение сил. Ладья с конем против ладьи. Вилки никакой здесь нет. Загнать здесь короля особо некогда. Поэтому теоретически ничья. Хотя вот такого типа позицию Каспарову полгар выиграл. Поэтому я все-таки считаю, что тут ничья. Ну, покатать еще можно. Особенно в блиц. Так. Идем дальше. Вот такая позиция. Ход белых. Могут ли белые выиграть? У белых не хватает пешки. Но на самом деле мы можем сыграть g5. И одной пешкой тормозить сразу 3. А здесь образовать проходную на ферзевом фланге. Ну и что мы можем сделать? И мы сыграем a4, b5. Будет пешка b. Мы дальше потуем короля. То есть доводим пешку до b7. Черные при своем ходе должны будут играть f6 или h6. Мы берем пешку пешкой. Доводим ферзя на восьмую линию и ставим мат. Тут однозначно выиграно. Тут в принципе и считать ничего не надо. Так. Ну это позиция Ercole del Rio. Ercole del Rio. Правильно. Это положение, которое возникло в партии Ласло Сабо против Михаила Ботвинника. То есть Ботвинник провел там интересную ничейную комбинацию и достиг вот такой вот теоретической ничьей. С той пешка белых где-то на поле f5, на поле f2 это была бы легкая победа. Но именно на f6 вот эта слоновая, именно слоновая пешка в соотношении ладья с пешкой против слона дает ничью. Поэтому здесь белые не могут выиграть. Идем дальше. Ну тут не о чем говорить. Ладья против слона. Король в центре. Тут ничья. Тоже стопроцентно уверен. Так. Где же ты? Бегунок. Тут у нас... Да. Тут уже посложнее. Ладья со слоном против ладьи. Насколько я помню, честно говоря, я эту теорию этого окончания изучал не очень подробно, но мне кажется, что на самом деле здесь ничейная позиция. Почему? Потому что я так видел такую позицию во многих партиях сильных шахматистов. И Ананда, и Крамника. Они играли вот такое вот дело. Доигрывали позиции именно так. Как-то цеплялись ладьей к слону. И это положение, насколько я помню, ничейное. Но во всяком случае, Сергей Юрьевич Шипов об этом говорил на стримах точно. Но как тут ничью сделать, честно говоря, во время партии и могу и оплошать. Но тут, по-моему, все-таки ничья. Нет, тут белая не выигрывает. То есть в этой позиции не выигрывает. Такое положение пешка против ферзя, вернее, ферзь против пешки. Пешка центральная, хоть и на второй горизонтали, это, конечно, выиграно. То есть тут как угодно далеко белый король может стоять. Поэтому белая здесь однозначно выигрывает. Идем дальше. Так, вот такая позиция. Ладья с пешкой против Ладьи. Мы видели пример, когда король на Е7. Есть маневр Ладья H8. Тут король стоит на правильном поле на Ж7 или на H7. Вот эти два поля спасают. Все остальные поля недоступны. Ну, а белые даже тут ничего не смогут сделать. Стоит у них по линии Ж тоже еще пешка. Причем, может быть, даже не одна. И будет все равно ничья. Поэтому здесь у нас ничья. Разница в силе Ладей. То есть Ладья по Тарашу сзади стоит, контролирует пешку. А Ладья на А8 закрыта в пассивной позиции. Это у нас получается ничья. Идем дальше. Так, ну тут ничья явно, потому что пешка хоть и на пороге превращения, но она контролируется конем. То есть конь контролирует поле перед пешкой. Причем пешка не крайняя. Если пешка не крайняя в отношении сил конь против пешки в соотношении сил это ничья. Так, значит, тут белые выиграть не могут. Здесь сильнейшая сторона это белые, да, я так понимаю. Вот интересное положение. Ферзь против двух коней. Есть интересная книжка Джона Нана «Понлас Эндингс». Я на своих прямых трансляциях на нее ссылался, несколько раз упоминал. Там рассматриваются позиции как раз вот такого типа без пешечной окончания. Ладья со слоном против ладьи. Два слона против коня. Ферзь против двух слонов. Ферзь против двух коней. Вот эта позиция, насколько я понимаю, все-таки она ничейная. Я помню, что если два слона против ферзя, то выиграть можно. Ну, может быть, даже больше, чем 50 ходов надо сделать. А вот эта позиция, если король контролирует коней, и кони стоят рядом, и они создают как будто непреодолимый барьер. То есть, посмотрите, куда тут проникать королю, да? То есть, вот тут все-все прикрыто коням. И причем кони, в отличие от слонов, держат на расстоянии короля соперника. Вот видите, как будто заградительный огонь какой-то. И ферзь, мне кажется, тут шансов не имеет. Поэтому, я думаю, что не могут. Если кони, конечно, разобщены, то это другое дело. Но тут ничья, скорее всего. Так, идем дальше. Такая позиция. Известное положение. В таких позициях с пешками F и H нужно держать ладью в углу. Вот здесь, где-то в районе поля A1 или поля B1, чтобы иметь возможность давать тыловые или фланговые шахи. Король черных расположен неплохо, как раз перед пешками. Мне кажется, тут ничья. То есть, все факторы говорят об этом. Хотя, я могу ошибаться. Но давайте все-таки ничью поставим. Так, идем дальше. Такая позиция. Ход белых. Как же тут выиграть? Посмотрите, тут отсталая пешка на королевском фланге на ферзьевом у белых. Но правда, белые могут сыграть C5. Bc, король C4. И что дальше? Король должен, ввиду Цухцванга, покинуть пешку C5. Белые проводят свою пешку до B7. Потуют короля и на G6 или G5 бьют на G6, проводят пешку на G8 и это ферзь. То есть, подобного типа позиции уже встречалось в этом тесте. Поэтому тут однозначно выигран. Хотя, кажется, что ничья. Но на самом деле выигран. Так. Такое положение. Ферзь против пешки. Пешка на второй горизонтали. Но пешка-то у нас ладейная. Известно, что если пешка ладейная или слоновая, на второй горизонтали против ферзя она дает ничью, если король белых расположен далеко. Поэтому тут однозначно ничья. Тут однозначно ничья. Так. Вот он бегунок. Идем дальше. Вот такое положение. Ой. Очень напоминает положение из партии Рети Рубинштейн. Там, где у них было соотношение сил конь против слона. У Рубинштейна был слон, а у Рети был конь. Но правда с переменой цвета. Я помню, точно такая была позиция, как у черных, у белых на королевском фланге. И пешка стояла на поле, на поле F3. А черный король где-то вот в этом районе, где-то вот он как-то. Или на G7 он стоял. Он как-то прибежал вот сюда на H3 и заставил короля белых пойти на G1. То есть мы говорим о том, что короля нужно централизовать всегда. Но если есть конкретно слабая пешка, то вот здесь ход король F3, король D7, король G4, король E7, король H5, король F8, король H6, король G8. Да? И что? И дальше мы просто надвигаем свои пешки и создаем слабости. Эту партию, я помню, Рубинштейн выиграл, хотя с некоторыми проблемами. Мне кажется, тут все-таки за белых выиграно. Благодаря плану прохода короля на H6. Поэтому здесь я ставлю, что белые выиграть могут. Но вот степень уверенности. Так, степень уверенности. Ну давайте 90% поставлю. Там были, конечно, некоторые моменты. Может все-таки можно защищать эту позицию. Я на компьютере не проверял. Просто из книги Разуваева и Мурахвери об Акибе и Рубинштейне я помню это положение. Идем дальше. Так, ну это позиция прямиком из предыдущего теста, из Эломера. То есть, ладья Б2 я здесь хожу. Тут и думать не надо. Ладья Б2, если он бьет на С7, то я ладья Б8 и ладья Б7. Пешка А здесь после размены должна пройти. Хотя, подождите. А если он сыграет... Стоп, стоп, стоп. Ладья Б2, король Ф7, то есть ладья С7, так? Шах, король Ф7, ладья Б7 и ладья Е7. Стоп. А как же тут выигрывать-то, а? Интересно. Если ладья Б2... Неужели я там неправильно эту позицию решил? Ладья Б2, ладья С7. Может сразу ладья Б7, да? А, может быть сразу ладья Б7. То есть ладья Б2, ладья С7, ладья Б7, ладья отходит куда-то в район С6 поля, да? Мы бьем на А7. Но, наверное, выиграно. Да, да, да. Но не так просто, как я думал. Потому что ладья-то отходит, может к королю подойти. Мне кажется, действительно выиграно, но вот, видите, нахожу какие-то ошибки предыдущих размышлений. То есть могут выиграть белые. Так, вот такое положение. Ферзь против ладьи. Тесно говоря, теорию вот этого окончания я особо не знаю. Ладья с пешкой против ферзя. Но здесь явно крепость. Если король пойдет на Ф4, с идеей прорваться куда-то, то ладья Е5 и маятник по полям Ж5 и Е5 ничья. Короля черных не удается захнать Сухцван. Просто король белых не пройдет. Поэтому здесь ничья. Ничья. Дальше. Ну, это позиция прямиком из моего дебютного репертуара. Испанская партия разменный вариант. Идеальное положение для белых. Они должны будут разменять все фигуры и получить 4 против 3 на королевском фланге. Просто реализовать проходную пешку. Беда черных в том, что у них здесь двойные пешки по линии С. И образовать здесь проходную не удается. Поэтому белые здесь, конечно, выигрывают. Но, повторюсь, опять же, получить такую позицию в разменном варианте сразу не удается. Вот такое положение. Ну, здесь однозначно ладья Аш-8, да? И дальше ладья Аш-7. И в итоге мы здесь побеждаем. Ладья Аш-8 и ладья бьет А7, ладья Аш-7. Поэтому тут король на Ф7 оказался не там, где нужно. Так. Ну, тут, конечно, пешки белых расположены по правилу Капабланки, который говорил о том, что пешки надо располагать на полях противоположных по цвету своему слону. А у соперника слон тоже белого цвета, но пешки все на белых полях. Поэтому с такой пешечной структурой черные тут не выживут. Нет, я не верю. То есть белые должны выиграть однозначно. Тут крепость построить не получится у черных. Так, белые выигрывают. Дальше. Вот такая позиция. Тоже большой позиционный перевес у белых. Хороший конь против плохого слона. точки прорыва найдутся. То есть я думаю тут выиграть тоже можно. Хотя вот с точки зрения теории Эншпиля не совсем понятно. Это же Эншпиль практически. Почему он попал в эту рубрику? Так, ладья против ладии и две против одной. Да, ладейный две против одной на одном фланге. Но это ничья. Тут играть, конечно, можно, но все дело кончится позицией Филидора. То есть ничья тут. Идем дальше. Так, вот такое положение. Здесь проходная пешка Д у белых и надо задать вопрос себе какой же ход за белых лучше. Лучший ход ладья Ф1. Мы отрезаем короля по линии Ф и здесь вступает в действие правило 5. Напомню, правило 5, что это такое. То есть мы должны суммировать количество вертикалей на которые отрезан король слабейшей стороны от пешки. А это вертикали Е и Ф их две. То есть к двум мы должны прибавить номер горизонтали на который стоит пешка белых. То есть 4. 2 плюс 4 получается 6. Если полученное число больше, по-моему, больше либо равно 5, то тогда позиция выиграна. Если меньше, то, соответственно, это ничья. Но здесь логически понятно. То есть чем пешка дальше продвинута, тем это число больше. Чем король больше дальше от этой пешки, тем больше вертикалей отделяют его от этой пешки. Поэтому тут довольно простое правило. Ну а мы видим, что это выиграно. Атака с фронта не удается. То есть ладья Д7, король С5. Нет, если бы ладья чуть-чуть дальше стояла, может это имело бы место. Но тут уже однозначно выиграно. Это однозначно выиграно. Так, идем дальше. Это что у нас? А, вот позиция ферзь против двух слонов. Кто был ферзь против двух коней? Ну это точно выиграно. То есть слоны не так опасны в этой ситуации, как кони. Поэтому здесь однозначно. А там, скорее всего, ничья. Так, вот такая позиция. Разноцвет. Честно говоря, вот в этой позиции я путаюсь. Не знаю. Он занимался такими позициями Зигберт Тареш и он считал, что там есть определенные теоретические положения, но только с пешками на пятой горизонтали. А вот на вот этой горизонтали мне кажется, все-таки можно здесь отзащищаться, то есть не пустить их дальше, эти пешки, путем нападения на эти пешки. В какой-то момент просто они застопорятся. Или же можно будет привязываться, то есть при пешках на f4 и e4 поставить слона на e5, не дать королю перейти на поле d5, где он проведет пешку на e5. По-моему, ничья все-таки. Я, конечно, могла ошибаться, но тут есть пробел именно в зданиях. Чувствую, но кажется ничья. В этой позиции могут ли белые выиграть? Однозначно не могут никак, потому что король сбоку заходит, прижимает и все, пешка крайняя. Поэтому ничья. Тут стопроцентная уверенность, однозначно. Позиция Филидора, то есть ладья стоит на шестой горизонтали, тут, конечно, ничья. Дальше. Так, вот такая позиция. Тут хитрость, да, в чем? В том, что вроде бы поле цвета черного, слон белопольный, пешка крайняя, но при этом поле превышения не того цвета, но мы можем помешать королю туда пробраться. То есть можем сыграть слона h7 и на король f6, король f4. С той белой король где-то далеко, то тут было бы вечное движение. То есть слон h7, король g6, король f6, потом слон f5, с идеей, если забрать слона, то h7. Тогда король f7 с угрозой, король g8, слон h7, король f6 с угрозой, король g5. И там была бы ничья повторением ходу. А здесь король ближе, поэтому здесь однозначно выигран. Король в угол черных не успевает. Так, ну тут безопасный угол, король в черном углу, слон белопольный, ладья против слона, тут ничья. теоретическая ничья. А, вот такая позиция, теперь уже король в углу, и пешка у нас крайняя. Ну, а поле цвета слона, поле цвета слона, слон чернопольный, поэтому однозначно тут легкий выигрыш. Пешка доходит до h7, а слон обеспечивает защиту поля h8. Так, такая позиция, тут правила Бера, честно говоря, правила Бера я не помню, то есть там нужно строить треугольники, имеет роль продвинутость этой пешки, причем чем меньше она продвинута, тем белым лучше. И нужно еще вот считать, я, наверное, посчитаю, давайте король f4, король f6, e4, g5, d5, g4, c5, g3, b6, f4, a5, e5, b6, d6, да, ну, вроде бы мы выигрываем, да, то есть тут проблем больших нету. Король успевает белых стать на b6, на b7 и так далее, поэтому здесь белых выиграно. Хотя вот правила Бера бы применить, ну, честно говоря, я его подзабыл, надо будет вспомнить, открыть книжку, по пешечному окончанию. Так, ферзь против пешки. Пешка уже у нас не ладейная, а слоновая, но это дело не меняет. Главное, что не центральная, не коневая. Это спасает здесь черных мотив пата, поэтому тут ничья. Это ничья. Видите, сколько нужно знать много, да, в окончании. И не факт, что я правильно все это отвечаю. В этой позиции пешечный прорыв какой-то должен быть. Если пойти h5, то он побил f5, g6. Так не получится. Если пойти f5, если он побьет пешкой е, то я тогда h5 и на взятие g6 и e6. Если он побьет пешкой g, то h5 и h6. Это понятно. А если на f5 король d4, то, наверное, h5, да? Он бьет, а я же 6. Да. Значит, f5 выигрывает, белые побеждают. Я помню эту позицию, просто не сразу вспомнил, как прорываться. Так, ну, тут, наверное, белые должны выиграть. Хотя, смотрите, h6, h3, h7, h2, h8, ферзь, h1 ферзь не получается. И классика жанра, да, то есть пешка превращается в ферзя, который же контролирует поле превращения пешки соперника. Но король черных близко, король g1, а король белых далеко. Соответственно, это позиция ничейная. Хоть и белые первыми ставят ферзя и не дают сразу это сделать черным. Ничейная. Так. Пешечное окончание, классика жанра, отдаленная проходная. Однозначно выигранная. Так, 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 так. Это позиция ничейная, потому что слон у нас белопольный, пешка крайняя, поле превращения черного цвета. Ничья. Ну, много что-то очень легких позиций. Странно. Но в этой позиции у нас чей ход? Белых, да? Могут ли выиграть белые? Не, не могут. Они сыграют король d6, король f7, король e5, король e7. Пешка у нас не перешла демаркационную линию белых, поэтому здесь ничья путем оппозиции. Путем занятия оппозиции. То есть, ничья. А если стояла пешка уже на e5, сдвинуть это все на горизонталь вверх, это выиграно. А тут ничья. Так, 4 против 3 ладейник, пешки у черных стоят верно. Именно так нужно пешки выстраивать. Не так давно я, кстати, защищал на стриме такую позицию за слабейшую сторону. Ничей добился. Смысл так выстраивать пешки для того, чтобы вызвать как можно быстрее пешечной размины. То есть, план белых здесь надвинуть пешки g и h и зафиксировать пешки черных, а дальше пытаться продвигать свои пешки e и f, образовать здесь пытаться проходную и нападать на слабости зафиксированные продвижением пешки g и h. Ну, а если пешка на h5 у черных стоит, то встреча их ждет теплая на поле g4, произойдет размен и 3 против 2 еще меньше шансов выиграть. Поэтому тут ничья. Теоретическое ничья. Хотя, на практике, конечно, поиграть можно. Так, тут независимо от очереди хода, ход белых, ход черных, пешка уже перешла демаркационную линию, движется дальше и здесь у нас выиграно без вопросов. Король стоит перед пешкой в белых, поэтому выиграно. Так, 75% уже мы спешим, спешим, спешим. Так, могут ли белые выиграть при своем ходе? При своем ходе не могут, потому что король правильно отошел на e8 под пешку, на король d6 последует занятие позиции король d8, поэтому ничья. Тут я уверен точно. Так, в этой позиции я вам скажу, надо уже считать, видите, уже конь против пешки, это у нас первое, два коня против пешки была первая позиция, конь загнал короля с помощью своего короля тоже в угол. Если я сыграю конь g4, h2, дальше, как же дальше? Ну, тут по-разному, можно конь f6, король h8, конь e5, h1 ферзь и конь f7 или конь h6 с той же самой идеей, поэтому тут выиграем. Тут все довольно просто. Идем дальше. Это позиция известной с теорией ладейных окончаний, ладья с пешкой против ладьи. В данном положении можно выиграть двумя способами, то есть построением моста по четвертой горизонтали, либо же переводом ладьи на c8. Но если пешка была бы коневая, то есть если это дело сдвинуть на две вертикали влево, то только построение моста. Поэтому белые здесь выигрывают. Идем дальше. Так, при ходе белых, да, то есть при ходе белых они могут сыграть e6. А тут теория следующая. Если при борьбе ладьи против двух связанных пешек они перешли все, обе, да, рядом стоящие на шестой горизонтали, то они тогда не могут быть остановлены в адьёбе с помощью короля. А тут явно чёрный король не участвует в борьбе. Или же на седьмой и на пятой. Ну а для чёрных в соответствии третья горизонталь и вторая четвёртая. То вот в этой позиции конечно чёрные не успеют ничего сделать. Видим, что белый король находится далеко. Если бы стоял где-то в районе поля f3 или e4 здесь король чёрных, можно было бы как-то использовать матовые мотивы. Но здесь не получается. Поэтому белые побеждают. Так, дальше идём. Ну, эта позиция известна. Выигранная. Король g3. Фельдь против ферзя выигранная. Да, белые могут форсировать победу. Так, что у нас тут? Ну, тут однозначно этот разноцвет ничейный. Потому что уже пешка блокирована на поле цвета слона белых. Тут уже и говорить не о чем. Хоть и две лишние пешки у белых, но выиграть им не светит здесь. Так, фельдь против пешки, крайняя пешка, но я так помню, это этюд. Это этюд, связанный с тем, решение связанное с тем, что король пытается вот так вот перекрывать ферзя и подходить ближе к пешке. Кажется, прокиш автор. В книге «Несчерпаемые шахматы» Гика и Карпова приведена эта позиция в разделе «Шахматные квартеты», так как четыре фигуры на доске. Но король g6, да? Король g2 или король g1, король f5, дальше король у нас идет на h1, ферзь a1, король g2, ферзь b2, король g1, король g4, h1 ферзь и король g3. Ну и все. И получается одна из тех позиций, которые мы видели. То есть ферзь стоит по второй горизонтали у белых, у белых король на g3, черных король на g1, ферзь на h1, новорожденный, но приходит черных все равно проигранно. Поэтому тут однозначно, хоть и король вроде бы белых далеко, но он может вот таким вот образом подойти к пешке, которая стала ферзьем. Поэтому белые здесь выигрывают. Это я помню. Вот эта позиция, она проиграна для черных при любой очереди хода, потому что пешка перешла демаркационную линию. Тут не о чем просто говорить. Белые выиграли. Так, теперь наводящие вопросы. Есть ли национальный ЭЛО рейтинг? Есть. Но при этом здесь не задают поле для ввода. Есть ли ФИДО рейтинг? Есть. Do you have Blitz rating in the international server? Нет, у меня на ICC нет рейтинга. Так, National ЭЛО рейтинг и ФИДО ЭЛО рейтинг. Так, please provide details on your ЭЛО and Blitz ratings. Но тут непонятно, да, ЭЛО и БЛИЦ рейтинги. То есть, мне БЛИЦ вводить ЭЛО или что? Я тогда введу я введу тогда национальный 2214, а БЛИЦ у меня ЭЛО международный 2166. Хотя классика пониже. Ну, вот что-то в таком роде. Возраст все они никак не запомнят сколько мне лет. гендер, да? Фимейл, мэйл, мэйл. Страна. Так, Украина. Did you fully understand the instructions? Это мне навевает такое воспоминание, как Гомер Симпсон, да? Сидит и проходит детектор лжи и у него спрашивают тоже Вы поняли все, что от вас требуется? И Гомер Симпсон отвечает Yes. И этот детектор лжи взрывается. То есть, он настолько не понял, что детектор лжи просто не знал, как отреагировать. Так, у меня, в принципе, не возникло здесь никаких трудностей с пониманием, да? Так, ну и что? Все, да? Так, анализировали позиции на компьютере? Нет. Использовали базу? Нет. Так, опять же, серьезно или не серьезно? Серьезно относился. Так, ой, куда-то я сразу прыгнул. Смотрим, что тут получилось, какой результат. Ага, 47 и 48 позиций. Ну, неплохо, да. Читаем, что тут написали. То есть, ага, прочитайте конкретно, да, вот именно по оценке позиций, что так или нет. Да, если вы хотите участвовать в дальнейших опытах нашей компании, то мы вас, конечно, примем, да, но я не буду писать свой email. Здесь правильно, да, то есть, это верно. Давайте я сконцентрируюсь на том, что неправильно. Какая же одна позиция, которую я неправильно решил? Ну, в основном, конечно, тут детские позиции, любой шахматист более-менее квалифицированно это все решит, но нам надо с вами найти, а где же я допустил ошибку. То есть, в принципе, все это понятно, но не хочется пролистать, да, потом дальше искать это все заново. То есть, пока что все правильно, коррект, 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 да. Угу. Так, ну, никакого рейтинга нет, видите, я ожидал, что будет какой-то рейтинг в конце, ну, ну, какой будет рейтинг? Рейтинг по эндшпилю, что ли? А, и тут правильно, видите, ничейное все-таки. Но тут, причем, очень интересно, что мы читаем, мы читаем, можем прочитать, да, именно по каждой позиции, что не так. Но вы можете пройти этот тест и сами почитать и сравнить с тем, что я предлагал именно в своих рассуждениях. Да что ж такое-то? Где же я неправильно ответил, ну? Так. Ух ты! Смотрите, оказывается, ферзь против двух слонов не может выиграть. Интересно. White cannot win according to endgame table basis. A queen has a theoretical forced win against two bishops in most positions, but the win may require up to seven one moves. This, however, is a drawing fortress position for the two bishops. Так. Подождите. То есть тут написали, что ферзь может теоретически выиграть против двух слонов в большинстве позиций. но выигрыш должен требовать больше то есть 71 ход, да? Однако это однако это ничья. То есть конкретно вот эта позиция ничья оказывается. Интересно. Интересно. Вот я не знал об этом. Но хорошо. Видимо, вот эта позиция как раз была неверна. Это уже все у нас тут требует от нас имейл. Ну вот такой результат 47 из 48. Попробуйте пройти это так сказать это испытание и напишите сколько вы из 48 позиций решили правильно. Ну опять же тут нужно сначала решать а потом уже смотреть мой тест. Так как я так понял что позиции должны повторяться только в другом порядке. Это насколько я понимаю в Эломере так было. Люди уже написали в комментариях что у них позиции были те же. Ну а теперь спасибо за внимание. Я думаю что эта рубрика шахматные тесты найдет какое-то свое продолжение. Хотя я так не планировал снимать именно целенаправленно. Ну вот идея была обозначена одним из подписчиков. Но я ему тоже благодарен за это. Спасибо за внимание и до свидания. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok